Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про такой интересный танк, который, ну, хоть он и доходится в песке, но всё равно у многих игроков вызывает интерес. Это Т-28С F-30. F-30, если кто не знает, то так называется орудие, если честно, то, по-моему, года так 4, может быть, даже больше, лет 5-6 назад, это орудие убрали с основного танка и сделали вот такой прем и впихнули сюда вот данную пушку F-30. Конечно, когда только Т-28 был с тем орудием, то он был слишком умбоват, потому что с Альфой в 160 и бронепробитием в 120, как для СТ, ладно, если бы ты там был тяжёл танк, я понимаю, но ты всё-таки средний танк и слишком-слишком много, потому что у КВ-1 точно такая же топовая орудие, а мы здесь как бы на 4 уровне. Ну и если посмотреть статистику, то нашего Т-28С F-30 обгоняет только панзерка Уфаген БД-2 740F и по проценту побед и по среднему урону. В принципе, по среднему урону там разница в 50 единиц не совсем такая значительная, а вот по проценту побед всё-таки да. Здесь процент побед у пазика 60, у нас 55 и 65. Ну, то есть, если говорить о премах, то мы один из лучших, потому что лучше нас только ПЗ. Ну, в принципе, по всем параметрам, но вот если брать по геймплею, то Т-28Э, наверное, подойдёт для большинства игроков, потому что здесь вот есть то, что любит, наверное, большинство таких взрослых игроков лучше один раз дать, чем постоянно стрелять потихоньку. Вот у Т-28 это есть. Здесь пушка с альфой в 160 и на фугасах в 280 с бронепробитием в 43. И перезарядка там 5 секунд. Ну, если раскачать, можно 5.02 сделать 5.2, вот такую, то есть небольшую. Грубо говоря, есть ПТ-САУ, который пробивает столько же, и альфа у них такая же, только там, во-первых, и подвижность хуже, и, не знаю, точность, и там перезарядка гораздо дольше, а здесь нет. То есть есть смысл возить с собой фугасы, и так как здесь боекомплект составляет 100 снарядов, поэтому, ну, возить можно очень-очень много. Да и так как альфа 160, то есть если 100 умножить на 160, получается 16 тысяч потенциального урона можно нанести, то есть это можно забрать, как и танки, не знаю, своих, да, союзников и врагов. Следовательно, если у нас всё так хорошо с орудием, то что-то должно же здесь быть и плохое. Конечно, есть это ДПМ, хотя если его раскачать, то получится почти 2000, и это уже, ну, неплохо. Ну, вот комфортно сведение огня, вроде время сведения в 3.2 базовое, то есть, ну, там 2.6, 2.8 можно сделать, но всё равно много. И 0.43 точность, это, конечно, вообще. И также у нас здесь отвратительная стабилизация, поэтому мы, ну, точно стрельнуть очень сложновато. Поэтому чаще всего на Т-28 играет вблизи, ибо от альфы. Но в то же время на этом танке, вроде бы, казалось, да, там, не попадёшь, не сведёшься, никакой стабилизации нету. Но игроки наносят второй по уровню средний урон на данном танке. В принципе, 453, у меня за сессию получалось на нём наносить почти 1200, и он мне очень понравился в этом плане. Конечно, это танк одного фланга, потому что куда-то перебраться на нём очень-очень сложно, хоть мы и средний танк, но так как здесь супер потрясающая пушка, то у нас очень сильно урезали мобильность. И если сравнить с обычным Т-28, то мы проиграем по всем параметрам. Удельная мощность 15.15, то есть, ну, в принципе, пойдёт, но максималка 35 вперёд и 20 назад. И проходимость по различным типам грунта тоже не самая хорошая, и поэтому получается то, что в мобильности мы слишком вот такой не особо ездок, мы туговатый, на горку едем не очень, по каким-то либо там, не знаю, водяным ландшафтам тоже не очень едем, поэтому с мобильностью у нас плохо. Так же, как и с бронёй. Вроде бы прочность 380, и для четвёртого уровня это неплохо, потому что есть танки, там, не знаю, пятого уровня, у которых 350, 360, а мы всё-таки на четвёртом и имеем такую прочность ХП. Ну вот, броня не радует. Здесь, вот как и написано, где-то 50-60 мм на бумагах, так, в принципе, на игре оно и есть. Здесь никаких суперскосов нету, броня, знаете, практически как у немцев, такая прямая. И никаких там углов, которые бы увеличивали вашу броню, нету. Только вот верхний бронелист, он где-то 90 мм, ну, если противник лбом к вами стоит, под обычным углом 90, всё остальное 53, 50, 40 и тому подобное. То есть пробивается всё это легко, может быть только какие-то там пулемётчики, не знаю, ПЗ-1С, или если джедай против вас останется, то ему будет сложновато, во-первых, вас пробить лбом, во-вторых, вы не будете никак его броню чувствовать, потому что у вас бронепробитие в 120. Вообще, если мне не изменяет память, это, наверное, самое высокое бронепробитие среди СТ и, наверное, одно из самых высоких вообще среди всех танков на четвёртом уровне, кроме там ПТ-ш каких-нибудь СУ-85Б и тому подобное. И, в принципе, ещё по орудию я бы сказал то, что здесь плохие углы вертикальной наводки, всё-таки пушка вниз на 5 градусов опускается, и на каком-либо рельефе это не очень хорошо чувствуется, так как мы танк большой и мы очень часто появляемся, вот сразу наша голова уже видна, но орудия пустить мы не можем и вот по башне мы очень-очень часто получаем. Ну и как следствие, если мы очень большой, то никакой абсолютно у нас незаметности нету, хотя она здесь на бумагах есть 12.44 и, в принципе, я сколько делаю гайды, это неплохая незаметность. Но почему-то, когда я играю, постоянно пересвечивает и вот, ну, не знаю, никакой маскировки, незаметности нету. Да и, в принципе, на этом танке она не совсем нужна, потому что орудие заставляет нас играть впереди, у нас есть бронепробитие и, не знаю, там, альфа, да, в 160 это очень много, то есть большинство, в принципе, танков четвёртого уровня 2-3 выстрела и они в ангаре, то есть 4 выстрелов хватает на всех, да, наверное, даже 3. Да, 3 выстрела и любой танк в ангаре четвёртого уровня и мы всех там за 15 секунд, грубо говоря, отправляем в ангар и посчитайте, сколько за минуту. За минуту 4, 4-6 машин можно отправить, в зависимости от того, сколько у них ХП. Ну и обзор. Обзор 350 метров. Ну, это для четвёртого уровня, я считаю, отличный обзор. Большинство машин 330, там некоторые 320, 340, а здесь 350 и неплохо. Если сюда поставить просветлёнку, как, в принципе, некоторые делают, то обзор можно вообще неплохо раскачать. Ну и я советую сюда полностью упор ставить на вашу огневую мощь, потому что обзор у вас и так выше среднего, и поэтому, в принципе, поставив сюда улучшенную вентиляцию, обзор ещё раскачается. Ну и если кто-то будет с допаем гонять, в принципе, на четвёртом уровне фармить вы не будете, только для получения какого-либо наслаждения или, не знаю, там, поднятия статистики ВН-8, в принципе, на Т-28 делается это очень легко, то тогда обзор у вас, в принципе, раскачается и будет всё равно выше среднего, и вы будете светить. Поэтому просветлённую оптику сюда я, ну, не особо советую ставить. Я советую ставить сюда усиленные приводы наводки, улучшенную вентиляцию и досылатель. То есть полностью всё оборудование направлено на улучшение вашей огневой мощи. И тогда Т-28 прям играется неплохо. Но в то же время, когда вы попадаете там вниз списка, играть сложновато. Бронепробития, как такового, хватает даже при игре в самом полном дне. Всё-таки 161 мм, пятый там уровень, мы пробиваем вообще просто на раз-два. Ну и не говоря уже о четвёртых, третьих и тому подобное. То есть с бронепробитием, с альфой, вообще с орудием в плане боекомплекта, урона, бронепробития, ну, как по мне, никаких проблем нет. И можно очень часто блайнды кидать, кидать с вертухана, не боясь то, что у вас снарядов не хватит. Как я вот недавно выложил реплей, где на Type 64 просто не хватило снарядов, ну и сам сглупил. И здесь такого нет, можно. Но в то же время, вот вести супер прицельную и точную стрельбу на данном танке тоже не получится, если вы играете от расстояния. От расстояния вообще плохо-плохо играть. Потому что здесь вот самое главное, какие недостатки у танка. Это долгое сведение, это плохая стабилизация, это низкая точность. То есть всё, что связано с комфортностью ведения огня, полностью отсутствует. Потом можно сказать то, что динамика здесь не самая хорошая. В принципе, если с другими СТ посравнивать. Ну, это логично, потому что орудие слишком такое крутое. Но, с другой стороны, плохая мобильность? Плохая. Большие габариты и плохая броня, это вот два в одном. И мы всё это в такой компот варим, когда нас пробивают. Мы получаем, мы постоянно критуемся, так как брони нету. И вот этот компот, он очень-очень плохой. Поэтому, ну, вот, наверное, даже хуже, чем, там, точность, время сведения и тому подобное. Это отсутствие брони и большие габариты. Танк сам по себе спрятать сложно. С плохой динамикой по нам часто стреляет арта. И вот эти проблемы постоянно-постоянно преследуют нас. Особенно на открытых картах, это вообще ужас. Ну, и, в принципе, как таковой по танкам всё. Но можно ещё сказать то, что плохие углы вертикальной наводки. Пушка всё-таки на 5 градусов вниз опускается. Это маловато. Ну, зато вверх на 25 поднимается. Прям можно вообще, я не знаю, ну, поднять пушку чуть ли не на 360 сделать оборот. То есть, очень-очень много. Ну, и теперь самое главное. Как купить этот танк? Если честно, я не помню. Ну, по-моему, он продавался рублей за 300, за 400. Поэтому, если предоставится шанс, то возьмите. Танк неплохой. И фармить он там горы не будет. Но удовольствие точно доставит. На сегодня у меня всё. Пожалуйста, подписываемся на канал, пишите свои комментарии, что вы думаете о данном танке, если он у вас или нет. Ну, и лайки, дизлайки. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok